Уважаемые коллеги, я внимательно слушал и Александра Григорьевича, и Игоря Георгиевича. И сам того же мнения, пока не приняли бюджет, мы не можем провести выбор. Почему? Говорят, будет проводить старый ЦИК, кому бюджет найдется. Будет новый ЦИК, бюджета не будет, я вас уверяю. ЦИК за пять лет своей работы ни разу не отчитался. Я отчет, который был, непонятным образом пропал. Мне сейчас позвонит, что пропал даже с сайта ЦИКа Гагаузи. Я оттуда пропал, это так все, за пять лет. И сегодня, вы не понимаете, что творится, сегодня Елена Федоровна не хочет принимать бюджет. Ей эти выборы не нужны. Вот я узнаю, как оно есть. Выборы нужны сегодня Гагаузи, но Гагаузи прежде всего, нужны сегодня, нужен бюджет. Все звонят, я уверен, что многим из вас, депутатам звонили и спрашивали, что делается с бюджетом. И бюджет такого бреда, как вчера, выступление на главный вопрос или как, я такого давно не слышал. А пили всякий всяк. Требует пройти правовое поле. Какое правовое поле, с кем пойти в правовое поле, когда по закону должен принимать, представлять бюджет в первом чтении башкан, по уважению, по конституции и нашему должен принимать. Она на это наплевала, она не приходит к ней, бюджет не представляет, не доказывает цифры. И когда говорят, мы не можем понять, что они представляют. Эй, Безепсинцы, Ахмак, нам дали контрольные цифры, доходы, расходы, свистайте бюджет. Это пакетик, Григорий Владимирович. Григорий Владимирович, вот это все тема. И мы пока, вот сегодня, мы должны уйти от этого правового коллапса, который сегодня у нас назрел. Мы даже сами не поняли, как мы в него вошли и сами затянулись. Мы даже сами не поняли, я никого не веню. Я и себя в том числе веню, чтобы все вместе вот это вошли туда, вошли не поняв, что мы делаем. И нам надо с этого сейчас уходить. Надо отменить выбор, принять бюджет и потом уже думать, что делать дальше. Я встретился с представителем госканцелярии. Я советовался с юристами, мне инисты все объясняли, что госканцелярия не имеет никакого отношения к законодательной власти. Она контролирует исполнительную власть и только этими занимается. Но, он говорит, Сережа, могу с тобой поспорить на кофе. В 2009 году, декабря 28 числа, в 845 есть какой-то закон о госканцелярии, где отдельной строкой введя от лога Агарузия, где госканцелярия может контролировать именно народное собрание. Вот где за сумку кори сла. И я говорю, а откуда ты взял его, опротестовал наш закон? Вы понимаете, я увидел это с прессы, и я вот решил опротестовать. Я говорю, а чего такое быстрое рвение, такая бдительность появилась? Нет, ну мы же должны соблюдать закон, понимаете? Вот что. И спрашиваю, вот если взять по закону цикл 5 человек, он говорит, и дети, могут они выбрать председателя? Могут. Ну вот морально они не имеют права выбирать. Вот понимаете? Вот что вся собака зовут.